Ребята, всем привет! Сегодня будем охотиться на полосе, будем охотиться на крикоша, будем охотиться, как вы поняли из названия ролика, с махокрылами. Два вот у меня таких вот замечательных махокрыла есть, то есть от пульта включаются. Ссылку оставлю на всякий случай на эти махокрыла. Также, ребята, в паре с махокрылами буду использовать гусиные профиля. Вот они, вот такие вот профиля, 10 штук у меня их профилей. Ружье у меня ТОС-87, немного замаскировал его, вот так вот. Вот какие у меня красавцы махокрыла. Немного замаскировал свое ружье, объясню почему. Охотиться буду на полосе, на эту полосу утка когда-то ходила, но сейчас полосу, видите, вспахали, скажем так. И утка перестала ходить, ходит на более дальнюю полосу, но там полосы большие, утку не поймаешь, скажем так. А в этом месте нашел, где перелет утки, она летит высоко в небе, и надеюсь, что у меня получится профилями и махокрылами приманить крикошей, которые идут на полосу, на более дальнюю. Что из этого получится, сам не знаю. Прятаться буду. Вот видите, вокруг поле, скажем так, чистое. Вон машина моя стоит. И посреди поля есть такой вот небольшой пятачок, который не пахают. То ли курган ставят, то ли что здесь. То есть, я вот уже себе здесь начал оборудовать место такое. То есть, здесь нора брасука была. Я немного разровнял здесь вот, чтобы можно было стоять или сидеть. Сюда вот табуреточку поставлю, рюкзак сюда принесу, все дела, тут в воду патроны. И буду пытаться отсюда, так сказать, стрелять. Профиля сейчас и махокрылов расставляю на поле. И все, ждем уток. Скоро вечерняя зорька. Крикоши пойдут на полосу. Будем их ждать. Посмотрим, что из этого получится. Так, сейчас расставляем профиля. Профиля у меня вот такие вот самодельные. Отец еще мой сделал лет, наверное, лет, наверное, 25 назад. Помню, как мы их вместе делали. До сих пор они работают. Еще сто лет поработают. Ладно, расставляем профиля. Профиля ставим. Один. Вот так ставим. Второй ставим под углом 90 градусов к нему. Чтобы с какой бы стороны утка у нас не летела, со всех сторон было бы одинаковое количество профилей. Ну, получается, вот один так стоит, второй под углом 90 градусов. И одного гусака поставлю прям. Прям куда-нибудь вот сюда. Машину, естественно, отгоню потом. Когда все сделаю. Прям вот здесь поставлю. Пусть здесь сидит. Так, махокрылов надо куда-нибудь поставить. Ставим махокрылы против ветра, чтобы они головой на ветер смотрели. Выглядит это более естественно. Как будто бы утка либо садится, либо поднимается. Ну, ладно, это делает против ветра. Так. Одного мы сюда поставим. Ну и все, машину отогнал на место. Вот так вот все это дело выглядит из моего укрытия. То есть вон один махокрыл, профиля стоят гусины. И второй махокрыл. Вот, в ноги себе поставил рюкзачок. Бушлат здесь пока что он мне не нужен. Не холодно. Ружье лежит. Ну и сам сижу на табуретке. Также сегодня буду использовать... Маночек такой, не знаю. Кто знает, хорошие манки. Напишите название или ссылку. Скиньте в комментариях. Вот у меня какой есть, но такой есть, не знаю. Вроде работает, вроде помогает. Особо не понимаю в них. Это, так скажем, мой первый маночек. Уже вон ломанный-переломанный. Клееный-переклеенный. Все. Ждем утоков. Надеюсь, скоро они попрут. Время сейчас 17.30. Думаю, через час-полтора утка пойдет. Конечно же, эти полтора часа вам показывать не буду. Так что я жду. А вы смотрите, что на меня сегодня прилетит. Сейчас заряжаем. Ух ты. Что дохранительного снять? Заряжаем наше ружье. Один патрон в патронник. И раз. Два. Иногда почему-то не лезет. Три. Четыре. Пять в магазин. Влазит у меня очень много вопросов. Влазит у меня пять патронов, потому что патроны самозарядные. То есть, покажу, гильзу заряжали сами и ее немного подрезали. Поэтому влазит больше патронов, чем обычно. Пять в магазин и один в патроннике. Ну все. Ждем утканов. Вон ворона заходит одна. Может быть, спасем планету. Застрелим одну ворону, пока нету таков. Заодно я маскировку проверю. Все. Спас одну планету. Первый ворона готов. Сейчас мы ее поставим на тычку. Рядом с собой. Чтобы утки думали, что она здесь сидит. И здесь безопасно. Значит, маскировка хорошая, если у ворона прилетела. Но все-таки... Ну все-таки... Не хочет. Патрон вставляться. Ладно. Пойдем оборудуем нашу ворону. Итак. Берем нашу ворону. И поставим ее куда-нибудь. Куда-нибудь. Рядом. На палочку. Так. Палочка есть. Теперь осталось... Вон, вон, здесь как-то закрепить. Берем ее вот так вот. Зоб протыкаем. Вот. И втыкаем. Все. И получается у нас ворона. Пусть тоже приманивает вот таков. Сейчас, ребят, сижу чуть не испугался. На меня. Вон, слышу. Вон там. Пастух на коне. Идет. Или скачет. Как правильно, не знаю. Он шел ко мне четко. Не видел меня. Я высунулся. Он отвернул. Коров, наверное, ищет. Потерял или что? А мы ждем атаков. Где-то они должны скоро полететь. Ребята, пирутки заходят. Эх ты, один подранок. Так. Все, этого найду. Ёлки-палки. Что-то первым поторопился стрелять. Куда попало, стрельно. Прозревал их вообще. Уже увидел, когда рядом. Так, где он? Ух ты, вон. Ух ты, ух ты. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Опа. Все, готов. Все, отлично. Первая уточка сегодня. Так, идем быстрее прятаться. Потому что табунки пошли уже. Сейчас будут еще налетать. На полосе вот этим плохо. То, что первый табунок прилетел. За ним и другие. Ладно. Главное, что моя теория сработала. Утки летят. Прилетают. Ко мне на профиле. Это хорошо. Я думал, они будут проходить стороной. Был такой вариант. То есть, они летят не на эту полосу. А на соседнюю. Но, тем не менее, к махакрылам подруливают. Все. Можно было, ребята, конечно, еще одного сбить. Но первый раз промазал. Что-то поторопился. Вообще, начну с того, что их прозевал. Прилетели они маленько. Нестой страны, куда я смотрел, скажем так. Потом второй подранок. Начал смотреть, куда он падает. Да и третьим, четвертым выстрелом. Там бы уже было далековато. И, скажем так, в задницу. Ну, хорошо. Что хоть один упал. И то лапа у него, как и краснючая. Крикошина. Ладно. Прилетят они сегодня еще. По-любому. Просто возможно, что они полетят только потемну. Ну, надеюсь, что и по-светлому добуду. В любом случае, в конце покажу вам весь результат. Полный, так скажем, отчет. Даже если потяну что-то постреляю, там уже съемки не будет. В конце все равно покажу отчет о всей охоте. Ладно. Ждем еще лутаков. Так, ребята, вдалеке вижу табунок. Можно летят. Будто мимо идут. Может за ними там еще есть табунки. Пока не вижу. Ладно. Ждем других. Стою, уже стемнело. Сейчас крикоши пролетали надо мной. Прям сверху. Только уже услышал, что крыльями свистят голову, поднял. Они надо мной уже пролетели. Ну и высоковато были. Вон там далеко дорога. Фара машины светится. И луна. Полумесяц над ней. Через тучи еле видно. Улочка прилетела. Может крутанется. Разворачивается, разворачивается, разворачивается. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Совсем в темноту стрелял. Просто на черную точку. Так. Где она? Я теплее еще теперь. Наверное, я даже не видел, как он взлетел. Ух ты. Вот еще утка летит. Есть. Так, засел где, куда упал. Так, это готово. Это каркашин готов. Ё-моё, того-то надо искать. Лёв взлетел, я его не увидел. Ничего понять не могу. Прям садятся они. А, вот он тот, ёлки-палки. Ой. Все. Все нормально. Ха-ха-ха-ха. Уже лучший результат. Сейчас еще что-нибудь по темноте прилетит. Удалось добыть мне три крикоша. Один вот, который прилетел, сел по темну. Вот он такой здоровенный. Прям вообще селезень. Вот он, четко видно, что это селезень. Такой. Весь переливается. Красивенький. Ну и эти тоже неплохие. Вот это тоже селезень. Так что отличная получилась охота. Удачливая, но не сильно добычливая. Но, как есть. Кроме этого, спас еще одну планету. Завалил ворону. Использовал ее как чучело. Патроны все, гильзы за собой стрельные собрал. Считаю, что сегодня мне очень повезло, что я взял махокрылы. Поскольку утка прям уже по вечеру. Я не знаю, как там на видео, получится вставить это в видео или нет. По темну. Вообще прям садилось. Вот этот вот. Вообще прилетел. Где он? Вот он, самый здоровый. Прилетел и сел. И когда он сел, все. Он сел ниже полоски горизонта. Все, я его не вижу. То есть там что-то выбирал, выбирал. Ну, стрельнул в какую-то затемненную точку, скажем так. А там кочек вообще полно в этом поле. Оно такое, какое-то наполовину спаханное. Никто не взлетел. Пошел искать, найти не могу. Другой прилетел. Сбил. Пошел опять дальше этого искать. Хорошо наступил на него. Нашел. В общем, такая вот охота. Садились четко. В мои профиля. Так что считаю, что удалась охота. Ну и все. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Дальше будет интересней. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok